Катерина Серебряцкая 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 У меня был один большой вопрос, ну, как бы, и что дальше, а как дальше жить? Я поняла, что для того, чтобы, ну, для меня, во всяком случае, оказалось, что нужно было с одной вершины спуститься, но четко знать, какая будет следующая вершина, то есть поставить перед собой цель. Огонь не давал покоя, а время горело, но бросить уйти, она не посмеяла, за днем разойтись, она не хотела. Когда девочка превращается в женщину, когда есть любимый человек, когда хочется отдавать, не получает, как в спорте, ты выступаешь, выступаешь, а здесь уже хочется что-то отдать для близких и дорогих людей, и вот тогда я, в принципе, ощутила, что я уже абсолютно готова, и ребенок может стать вот той вот целью, ради которой я хочу жить. Ей здаётся, что кохана поддерживает ее и будет хорошим татом. Катерина Серебрянська-Вагидния. В 2000-м году у нее родится сын Евген. Но вместо мечтения Катерина ожидает удар. Она остается с детьми сама. Я не ожидала, что я осталась одна с ребенком, и для меня это был, ну, не то, что удар, это, ну, просто на голову, никак я не могла себе, я не могла в этой ситуации смириться и принять ее. В 2008-м году в Украине 11% детей родились без батька. То есть он кинул маму еще под время вагидности. Количество женщин, оставшихся в первые месяцы после эпохологии, набагато больше. Только в столице их почти 24 тысячи. Батько дитини Катерина Серебрянська с ней так и не общается. Кто этот человек, Серебрянська не говорит. Я еще пока не решила, насколько я готова поделиться с женщинами, в первую очередь, о, скажем, неожиданной стороне там, в своей биографии. Повернувшись в вологового будинку, Катерина не может стати счастливой мамой. Нести відповідальность за новонародженого сына ей доводится за допомогою власної мамы. Сама ж Катя пригнічена, вона не может усвідомить, что стала мамой. В первые годы життя сына принимает его за молодшего брата. Историю ее материнства изменяет трагедия. Тяжка хвороба мамы, в какой рак. А в лекарне, смотря на стражение матери, Серебрянська начинает по-другому принимать сына. И вот только через три года, когда у нас всю семью объединило горе, когда моя мама умирала, мы уже были в Германии, и между химиотерапией, мы были, вот я четко помню эту комнату, мама лежала на диване, папа был со мной, Женечка был. И мама говорит, я, значит, уже начала как-то проявлять материнский институт, заботиться о нем, вот как перестала бояться, потому что страх тоже присутствовал. И она говорит, ну теперь я могу спокойно умирать, потому что вижу, что сын обрел мать. Я так как-то, ну так в тот момент не очень осознала, о чем идет речь, но сейчас я четко могу сказать, что и правда, когда в Германии мы все вместе были, я вернулась к своему сыну в качестве мати. Батько и до сегодня не бачит сына. Субтитры создавал DimaTorzok